А вы смотрите программу «Наше утро». И с вами Анна Шамбадал, Павел Савченко. И просыпайтесь! Сегодня Международный день медицинской сестры. Если у вас есть история, связанная с людьми этой профессии, звоните нам в студию по телефону 263-13-28. Ну а у нас в гостях руководитель клуба самодеятельной песни Маримоша Константин Просеков. Константин, доброе утро! Доброе утро! Оно действительно доброе? Ну как сказать? Если я привык вставать в половине одиннадцатого, то... А, то вам все-таки тяжеловато. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас, может быть, какая-то история жизненная, либо знакомые медсестры, кому можно сейчас поздравить с праздником? Ой, я их всех не вспомнил, но буквально... Ой, Константин, вы знаете, уже, мне кажется, сразу все вспомнили, кого вы хотели поздравить. На самом деле, действительно, почти всю жизнь прожил и не был ни разу, не лежал в больнице. Вот два года назад попал туда, в нашу медсанчасть, городская клиническая больница номер 8. Вот. И должен сказать, что там все медсестры хороши. А медсестры... Но мы вот видим, что вы пришли с гитарой, и наверняка в больнице вы тоже благодарили медсестер с помощью гитары, да? Нет. Вот там я лежал просто пластом, я скинул 18 килограмм, поэтому было не до того. Но мы знаем, что в вашем репертуаре есть песня про медсестру, правильно? Да, но она такая, вы знаете, я недавно совершенно узнал историю про Георгия Федоровича Синякова, это зав хирургии нашей 8-й больницы был, вот, который в концлагере лечил больных, и вплоть до того, что он умудрялся там делать резекцию гвоздем, резекцию желудка, это совершенно потрясающая вещь. Вот. И он сказал одну очень интересную вещь в интервью там, что если бы не медсестры, то я бы никогда не был бы таким хирургом. И вот какая-то такая вот связь у меня протянулась в параллель между вот той военной порой и медсестрами. И такая вот песня вспомнилась, называется она «Атака». То есть мы правильно понимаем, это ваше детище, это... Нет, это песня хорошего человека Геннадий Перевалов из города Екатеринбурга, но, к сожалению, он уже давно ушел из жизни. Давайте вспомним. Давайте послушаем. Он в атаку пошел, он не знал ничего, а попал под обстрел, как на чай к сатане. Персонально из пушки стреляли в него, видно, очень понравился той стороне, как собрали его по кускам, по частям. И снесли в медсанбат, он наладом дышал, но сестренку увидел хорошую там, и почти что в могиле к ней клеиться стал. И сказала ему, медсестра невзначай, что поскольку снарядом его разнесло, нужно резать и душу доверить врачам. Если Бог не спасет, так спасет ремесло. Как гвоздями креста, так ремнями его прикрутили, распяли на паре досок. И как смертнику, чтобы не знал ничего, нацепили на голову парню мешок. Он за час посидел, он на мир поглядел и увидел сестру и ее красоту. Приходи ко мне вечером, он прохрипел, я тебя уведу, я тебя украду. И когда уходил, навсегда поутру, как ребенок в пеленке завернут в бинты, он вел за собой полковую сестру по причине безумной ее красоты. И вот такая вот песня. Спасибо огромное. Удивительные вещи. Скажите, пожалуйста, а что еще есть у вас в репертуаре? Какие еще есть песни? Чем живете, что поете, чем радуете? Ну, практически, наверное, на все случаи жизни. Потому что авторская песня, она настолько широка и многогранна, что одну какую-то отдельную вычленить просто невозможно. Там действительно песни есть на любой вкус, на любой цвет. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас есть телезрители, может быть, есть какой-то ближайший ваш концерт, либо выступление, куда можно пригласить? Пожалуйста, пользуйтесь нашими возможностями. Завтра будет концерт в студии «Русское небо» будет концерт Олега Медведева. Это очень интересный барт из Иркутска. А, в общем-то, сезон уже практически закончился. Сейчас мы только готовимся к Эльменскому фестивалю. В общем, друзья, все встречаемся на Эльменском фестивале. Мы желаем вам удачи. Спасибо вам огромное. У нас в гостях руководитель клуба самодеятельной песни Маримоша Константин Просеков. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, как сесть на шпагат рубрика «Зарядка». Продолжение следует...